Муай-тай 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 Такой совет для родителей, для детей, которые хотят, чтобы их не дети занимались, либо сами ребята хотят. Чем быстрее вы придете в спорт, чем быстрее вы будете заниматься, тем лучше будет для них. Не важно, хоть он акробатикой занимается, но нужно начинать с детства. Когда ребенок позже проходит, ему все эти достижения, все спортивные эти будут намного сложнее. В средней группе секции по тайскому боксу тоже нет свободных мест. Здесь занимаются уже школьники от 10 до 16 лет. И тем, кто в этом возрасте только-только начинает знакомиться со спортом, приходится непросто. Любители компьютеров и интернета порой не могут даже элементарного – отжаться или подтянуться, и приходят в секцию по настоянию врачей-педиатров. Мы делаем такую разминку, что первые ребята, которые первый месяц тренируются, они максимум 10-15 минут выдерживают, потом уже начинают отдельно ходить и держаться за правый бок, за левый бок. Как и в любом виде единоборства, сначала учимся стоять, потом ходить. И также у нас сначала мы проходим базу, то есть ОФП, тело крепнет, мы становимся сильными. Моя политика такая, что курс новичка 3-4-5 лет. И только потом мы начинаем учить те, кто останутся самые выносливые и терпеливые. Прежде чем малыши впервые зайдут в ринг, пройдет несколько лет, тайский бокс – оружие не для всех, говорят тренеры. И здесь важна не только подготовка мышц и тела, моральная подготовка гораздо важнее. Воспитательный процесс, уверены тренеры ноябрьской секции тайского бокса, это неотъемлемая часть занятий. А потому порой вместо упражнений и отработки ударов они объясняют ребятам простые истины. О том, что применять свою силу в обычной жизни нельзя. О том, что оппонента не нужно бояться, но нужно уважать. О том, что нужно уважать старших, защищать женщин и думать прежде, чем говоришь. Ты постепенно объясняешь это, учишь их, что каждое слово вес имеет, что нельзя им разбрасываться, что дама, мама, сестра, женщина, их надо защищать, что с ними вести себя нужно по-другому и так далее. Это элементарно. В жизни к девушкам отношение должно быть особым, учит Олег Зинер. А вот на тренировках представительницам прекрасного пола никакого снисхождения. Более того, в ринг им чаще всего приходится выходить с мужчинами. Девушек в секции совсем немного. Дарья Шестакова в таком формате тренировок видит одни лишь плюсы. После тренировок с мальчишками соревнования с девочками кажутся легкой прогулкой. В секцию бокса Дашу тоже привел папа 4 года назад. До этого она занималась волейболом, но сама поняла, что командные виды спорта не ее. Любит отвечать за себя. Ежедневно по несколько часов в день Даша готовится к соревнованиям. К нагрузкам привыкла. К вопросам о неженском виде спорта тоже. Нелегко. Поначалу особенно было. А потом, когда уже ходишь часто, ты как-то нормально все нагрузки воспринимаешь. Уверенность появилась после занятий в тайском боксе. Жесткий тренировочный режим сейчас и у одного из самых известных ноябрьских тайских боксеров Павла Кузнецова. 19 лет из своих 24 он занимается муай-тай. Количество медалей измеряет уже не штуками, а килограммами. Он шестикратный чемпион первенства России, победитель двух чемпионатов Европы и одного чемпионата мира. На этот год Павел поставил себе грандиозные планы – еще раз выиграть мировое первенство. А для этого нужно войти в сборную страны, предварительно выиграв несколько турниров. Чтобы таких результатов достичь, надо заниматься как минимум в день 6 часов и 6 дней в неделю. И вот постоянно изо дня в день, два раза в день, по два часа, по три часа заниматься. И только тогда. И режим. Без этого, признается Павел, он уже не может. Пытался уйти из большого спорта, но как будто вырвали кусок из жизни. Вернулся, теперь восстанавливает форму. И готовит к занятиям своего трехлетнего сына. С нетерпением ждет, когда в зал они будут ходить вместе. Он со мной будет в зал ходить. Понравится будет выступать. Но ходить все равно придется. Но не все сначала приходят в бокс, а потом приводят своих детей. Бывают обратные ситуации, когда занятия и успехи ребенка побуждают родителей задуматься о своем образе жизни и физической форме. Специально для таких создана группа здоровья. У меня сын занимается тайским боксом, Олега Валерьевича. Ну и то есть, чтобы быть с ним в теме, я решил тоже, чтобы летом в отпуске отрабатывать какие-то удары, может, там, подержать лапу правильно, хотя бы примерно, то есть там, на скакалке. Вот научился прыгать с удовольствием. У меня этот спорт, этот зал, то есть, мотивировал очень сильно бросить курить. Соответственно, лучше дыхание стало сердцебиение, давление, то есть и настроение, соответственно, ну и в жизни, и в семье все еще более разлилось в красках. Бизнесмены, чиновники, пожарные, нефтяники. Три раза в неделю совершенно разные люди разных профессий собираются вместе и забывают о своих бытовых и рабочих проблемах. Группа здоровья существует уже восемь лет и никогда не пустует. Занимаемся три раза в неделю. Сейчас так, я в основном постараюсь под них. Смотрю, чтобы главная цель не навредить. Мы для здоровья работаем. Ну и немножко для самообороны, то есть изучаем какие-то там простейшие комбинации, ударную технику, чтобы человек, мужчина, да, в первую очередь, шел по улице, никого не боялся и знал, и жена его была уверена, что мужчина рядом. Все воспитанники Олега Зинера в один голос твердят. Он стал для них вторым отцом, а секция тайского бокса второй большой семьей. Он не раз становился лучшим тренером и наставником города. Два года подряд жители голосовали за него на премии «Человек-года». Ему вручали дипломы и благодарности губернаторы и главы администрации. Но эти награды Олег Валерьевич не считает, предпочитая сохранять в памяти призовые места своих воспитанников. Зовут Олег Валерьевич Зинер, преподаватель в тайском боксе. Свою философию и свой взгляд на жизнь он старается преподавать не только спортсменам своей группы. Олег Зинер часто встречается с молодежью и рассказывает им о тайском боксе, истории своей жизни и любви к спорту. И воспринимает как лучшую награду заинтересованные глаза слушателей. Говорит, если оторвались от телефонов и планшетов, значит зацепил. А если пришли потом записываться в спортивную секцию, значит цель достигнута.